Война православия 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 Да, каждый хочет что-то сказать, но опять они думают, они вернулись, не зная, как это спасать, вернулись оттуда и пытаются опять по старому времени набить свои карманы. Опять только для себя этого не будет. Все, как стадо баранов, лезут только за себя. Посмотрите, что у нас творится. Мы знаем, как работали наши прошлые власти. Они тоже ползали и сразу до руля. Фамилии я называть не буду. Да, мы пытаемся с ними бороться. Они хотят опять для людей, но мы все помним, кто разрушил этот город, будучи на должностных лицах, будучи в совете, будучи городскими головами. Кто разрушил его, кто украл? Они говорят неправда, но людей не обдуришь. Люди сами виноваты. Когда были выборы, кто их заставлял принимать решения? То, что по 200 по 500 гривен давали? А ведь это разве не было тем, что продали они душу? Вы же выбрали этих мэров. Какой мэр может стать просто народным, если он уже деньги влаживает для того, чтобы только зарегистрироваться? На зарплатах он этого не возьмет. Гляньте, что сейчас творится. Старики ходят по мусорниках, хоть и ходили. Мы с сегодняшнего дня открываем дом престарелых. Соберем этих людей, потому что жалко смотреть. Они, я думаю, больше нуждаются, чем кто-либо. Пропасть им на улицах не дадим. По подвалах жить опять не дадим. Открывается этот дом. Пускай приходят. Чем сможем, тем поможем. Каждый человек не останется без внимания. Людей интересует сейчас один вопрос. Что будет дальше и что происходит сейчас? Как выжить? Объясняю. Будет, как будет. Господь каждому даст поверить. Да, нам идет помощь. Мы тоже возрастаем. Мы освободили, в основном казаки освободили. Этот город защитили. И будем светлую дорогу пролаживать для того, будет так, как должно быть на подобии Советского Союза. Нам идет уже накопление. Есть у нас другие должностные лица, которые подевали ту же самую форму, которые замаскировались, ну, как вреда, ничего не делают. Они хватаются в большие должности, в большие это, и опять кричат забота о людях. Мы получили статус уже гарнизона. Люди, которые делили форму, даже не знают, что такое гарнизон. Будет наподобие, что более ясно, будет как в Советском Союзе. Что такое гарнизон, который вошли освобожденные казаками города. У нас было недавно совещание с Луанской Народной Республикой. Мы эти вопросы выяснили. Так как у нас гарнизон, нам дано право наводить порядок. Скоро у нас выборы. Они нужны. Мы будем выбирать. Но такой системы, как раньше, уже не будет. Что в Луганске сказали, тут сделали. Нет. Мы за. Но мы проведем так, не за шоколадки, а добросовестно. Людям объясним. Сделаем свои. У нас хватает сил в городе держать это. Но больше ни под кем, и там еще такие термии, слов таких не будет. У нас гарнизон. Мы можем дружить, общаться, но делать одну целую систему. Пока одной системы целой не будет, порядка не будет. Некоторые, скажем, руководители, которые услыхали, что это такое гарнизон. Вот, что мы должны под антрацит. Он называется антрацитовский гарнизон. Так как у нас территория антрацита, начиная от Должанки, таможни, аж до Дебальцева, до линии фронта. Через то эти освобожденные города называются гарнизоном. Но, по мере своей необразованности, они, в чем мы должны под антрацит ложиться, в чем мы должны это. А может вы, наконец-то, заботитесь о людях, одно целое, одна система. Ясно и понятно, чтобы людям было доступно. Да, у нас уже пошло накопление средств. Да, у нас уже есть, на том месте даже будут уже частично выдаваться зарплаты. Да, потери очень многие. Все пенсионеры сейчас задают вопрос, когда будет пенсия, когда будут зарплаты. Нет, ребята, всем пенсии это не будет. Вот, это скажете Украине спасибо. Вы радуетесь тому, хотя бы благодарите тех ребят, которые легли, которые сейчас в окопах держат, чтобы сюда не прошли, потому что у нас, скажем, один к сотне идет. Если у нас две-три пушки, там 20-30. У нас пять танков, там 50-60. И они еще стоят на границе. И готовы каждый миг сюда рвануться. Будет у нас нормально, так как гарнизон, одна система налаживается. Будем мы справедливо рассуждать и будем смотреть. В первую очередь, старики, ветераны Великой Отечественной войны, мы им очень благодарны, потому что они отстояли эту землю. Теперь, хоть со старикам этим, ветеранам войны, они могут не в состоянии подняться, но у каждого есть родственники, знакомые, близкие. Возьмите свои сердца чуть-чуть. Пройдите, у нас открыто в городе уже казначейство. Сегодня у нас открытие первое дня. Сможем помогать, в первую очередь, ветеранам Великой Отечественной, инвалидам, матерям-одиночке. Всех, кто будет наяву, что сможем, то будем помогать. Россия нам дала на гарнизон, выделяет средства. Деньги идут. Пока мы не разобрались с этой системой, с этими коррупционерами, которые опять в должности хотят залезть и будут это раздербенивать, мы не можем. Через то есть казначейство, которое сможем помочь всем. Наличие. У каждого человека есть глаза, у каждого человека есть душа. Будем смотреть пока таким методом глаза, посмотреть на детей и будем немножко раздавать. Всех не обеспечим. Но по чуть-чуть, скажем, погибнуть не дадим. Нашу войну начали мы тут с того, если будет интересно, я покажу. Вся украинская армия пришла к карту 1942-1943 года. Это у нас все документально, все есть. Мы обратились в музей, взяли оттуда карты и точно так же. Вся Украина пошла против нас по тех же маршрутах, что шли немцы, что шли деды. Почему мы сумели их надурить и победить? Вот точно все то же самое. Карты 1943 года, вдумайтесь, это современная армия. Мы точно так, но мы, Господь нам дал трошки разуму, пошли на шаг вперед. Оттуда они попадали в ловушке в Кавкан. Поначалу, когда вернулись бывшие мэры, бывшие руководители, которые кричат, мы, не будем фамилии называть, были тут, но мы тоже были тут. И мы видели, как кто с кем хотел. Как они были тут, мы тоже видели. Мы специально сделали одну комиссию, посмотреть, как они могут работать. И поняли, что они ничего не поняли. Они опять по старой системе, хотели опять взять, создавать вид, быть хорошими. Но они вернулись в свои кабинеты и уцепились за эти кресла. Первый этап прошел, регистрации. Мы увидели, как эта регистрация проходит, как накапливается день. Но мы также увидели, что эта система не работает. Опять думают, как украсть, опять думают, как надурить. Даже сейчас прошла регистрационная система. И некоторые руководители, ссылаясь на то, чтобы хоть что-то уцепиться, опять не помощь людям, а даже документацию этих 200 человек, которые уже зарегистрированы, наши предприниматели и прочее, они в тех комбинетах заховали эти документы, держат. И начинают их давать, бог знает, какие законы, потому что они не признают ничего, давайте нам ЛНР, давайте это. Так кто тогда за людей беспокоится или за свое кресло? Уцепиться, сделать этим 200 человеком пакости за то, что я сказал, за то, что я назначен кем-то. Да, мы зарубили немножко прессу, зарубили это, потому что эту мульку больше они не будут пускать. Будет все по-честному. Обман не пройдет. Меры будут приниматься очень жестокие. За каждым будет ответ стоять. Ответ будет не перед нами, мы не судьи. Ответят перед Богом, перед людьми. Продолжение следует. Ответ.